В Татарстане появились свои инструменты в борьбе с санкциями. Сегодня на территории особой экономической зоны Алабуга запустили производство Интерскол Алабуга. Завод, один из самых больших в Европе, будет выпускать электроинструменты. Алмаз Хакимов подробнее. В экономической зоне Алабуга новый резидент, компания с мировым именем. Интерскол, лидер российского рынка электроинструментов, входит в десятку крупнейших производителей. Татарстан как регион выбран не случайно. Руководству компании понравился подход к работе со стороны республики. Меньше двух лет строительства, полтора миллиарда рублей вложений и в Елабужском районе заработал завод. Вот на ваших глазах вы видите, как рождается надпись «Интерскол». Сегодня, если говорить о нашей отрасли, то наша отрасль 95% импортная. Вот первая очередь уже заместит 10% дополнительно. Значит, вторая очередь еще заместит 30%. То есть мы планируем только одна компания «Интерскол» в нашей отрасли. Высокотехнологичная, заместит порядка 40% продукции. На полную мощность завод выйдет к 2018 году. Закладка камня второй очереди состояла сегодня. Сегодня же запустили конвейеры. Отсюда по стране разойдутся электроинструменты. На заводе не так много людей, а все потому, что основную работу по изготовлению вот этих деталей выполняют вот эти машины. Весь процесс автоматизирован, и каждые 10 секунд с этого конвейера выходит новая продукция. Это не единственный завод, который открылся в этом году в экономической зоне. К концу 2014-го запустится еще пару резидентов. Один из них завод по выпуску автомобильного стекла. Что в условиях геополитической ситуации заметно повысит эффективность российского производителя. Мы планируем все равно продолжать развивать промышленность в России. И лучшие площадки, чем мы, тяжело найти. Поэтому мы верим, что при любой погоде и при любых экономических условиях резиденты будут строить новые заводы именно в особой экономической зоне Алабу. Алмаз Хакимов, Алексей Захватов, Ильдар Сафиулин. Вести Татарстан. Особая экономическая зона.